доброго дня друзья сегодня мы с вами находимся в автосалоне lada и рассмотрим автомобиль chevrolet niva комплектации glc мультимедиа это практически максимальная комплектация здесь можно ознакомиться со стоимостью автомобиля на сегодняшний день и что входит в эту комплектацию рассмотрим чем данный автомобиль отличается от обычной на машине установлены атермальные стекла а также глубокая тонировка задних стекол и стекла багажника итак это колпак запасного колеса накладки крыльев ручки дверей зеркала также молдинги окрашенный в цвет кузова это легкосплавные диски на 16 фары с черным бизелем то есть такая темная внутрянка для более выразительного вида противотуманные фары а также хромированная решеточка радиатора днище автомобиля и колесные арки обработаны оцинковкой но сейчас из-за локеров вы их не видите подойдем к другой модели где не установлены локеры здесь будет видно получше вот так выглядит обработка оцинковкой это у нас рейлинги на крыше заглянем в машину кстати здесь улучшенная шумоизоляция в отличие от обычной версии шевролиниво сиденья у нас тут с подогревом регулируется по высоте а также естественно вперед-назад сиденье здесь у нас прошита строчкой сейчас я покажу вблизи как это выглядит выглядит довольно таки симпатично и аккуратно электроподъемники передних дверей так ну здесь у нас включение оптики здесь все понятно типичный шеевий нивовский щиток приборов с тахометром спидометром разгоняющим до 200 км в час управление противотуманным светом подогрев кондиционер здесь у нас блок управления климат контролем с четким с четкой фиксацией положений и направление потоков скорость моторчика дефлекторы четко работают подушка переднего пассажира и естественно есть подушка водителя 5 ступенчатая механическая коробка передач пониженная повышенная передача блокировка на машине установлена мультимедийная система с навигатором системой глонас освещение водителя переднего пассажира лобовое стекло у нас идет с подогревом такой удобный многофункциональный подлокотник и по количеству подстаканников видно что машина рассчитана на 4 человека электронная педаль газа сенсорный дисплей приместимся на задний ряд сидений здесь у нас уже механические стеклоподъемники многообразные подголовники довольно таки удобные для задних пассажиров и комфортно на заднем сиденье будет разместиться двум пассажирам третьему здесь уже будет тесновато освещение для задних пассажиров и тесновная сентября и в течение двух дней и так далее в течение двух дней Задняя дверь у нас распашная, как и на всех моделях этой серии. Сейчас посмотрим, насколько открывается в таком положении. В комплекте у нас идет баллонный ключ и домкрат. Задние бамперы у нас с датчиками парковки. Задние буксировочные крюки. Подвеска у нас обычная Нивовская с антиблокировочной системой. Распределение тормозных усилий. Задние тормоза у нас барабанные. Так выглядит обработка днища оцинковкой. Заглянем под капот. Итак, установлен вазовский мотор мощностью 80 лошадиных сил евро 5. Довольно слабый мотор. Бачок омывателя, расширитель, бачок угольный фильтр. Здесь у нас все понятно. Воздушный фильтр. Бачок тормозной жидкостью для гидроусилителя. И аккумулятор HACOM. Посмотрим на цену еще раз. Будем делать выводы. И еще раз посмотрим на общий вид автомобиля. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ